Музыка Интерес к машинам будущего и нестандартное мышление. Центр дополнительного образования детей и молодежи на день становится полем для соревнований роботов. В Бобруйск съезжаются более 200 участников со всей Беларуси. В 17 видах состязаний каждый может показать себя и свое изобретение. Кубок по образовательной робототехнике – это серия турниров, которые мы провозим по всей территории Беларуси. В этом году запланировано 8 этапов, то есть мы побываем в каждом областном городе, плюс Бобруйск, плюс Пинск. Завершится все в конце сезона учебного летом на 10-м Минском открытом роботурнире. Хлеба и зрелищ. Пока зрители в ожидании борьбы угощаются чаем со сладостями, на полях уже вовсю жужжит. Участники начинают тренировки. Роборейс, сумо, олимпиада, скетч и автономные воздушные аппараты. Сразу после старт турнира. Юные инженеры сосредоточены на игре. Создать умную машину – 50% успеха. Остальное – суметь задать правильные команды и грамотно управлять техникой. Относительно нашего города можно сказать, что робототехника активно внедряется в образовательный процесс. Средние школы номер 34, гимназии номер 3, гимназии номер 2, гимназии номер 1 и многих других учреждений. Это, безусловно, очень важно. Мы живем в век современных информационных технологий, поэтому это актуально. Робототехника – тренд 21 века, который только набирает обороты. Бобруйск идет в ногу со временем. Если в прошлом году в Кубке участвовало всего пятеро бобруйчан, то сейчас их уже полсотни. Начинают обычно с лего сумо. Ребята в этой категории поражают способностями. Казалось бы, вчерашние малыши за час собирают, программируют своего бойца и идут на поле боя. Победа за тем, кто вытолкнет за пределы ринга соперника. Мне нравится робототехника, потому что можно сделать что угодно. А что ты делаешь? Делаю роботов. А расскажи немножко про свою модель. Моя модель будет выталкивать с помощью ковша. Еще можно его брать на букси. На турнире царит неповторимая атмосфера. Все захвачены успехами своих роботов. И каждый нацелен на результат. Мальчишки и девчонки развивают алгоритмическое мышление и учатся обращаться с гаджетами. Они всего лишь дети. Однако их желание менять мир в лучшую сторону совершенно не детское. Пока это только автомобиль из лего. Но кто знает, может быть именно он станет для ребят началом большого инженерного пути. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.